Мы начинаем! Здравствуйте, мы начинаем! И этот эфир мы решили посвятить такой интересной теме, очень актуальной, мы много о ней слышим, нам многие на неё жалуются, лень, прокрастинация, самосаботаж. Люди используют совершенно разные слова. Кому какое слово больше нравится, тот сразу начинает клянуть себя этим словом. Вот у меня прокрастинация, она меня замучила, что делать, помогите. Вот эти три слова, три термина, они, казалось бы, об одном и том же, в результате у человека ничего не получается. Он не достигает результата по разным причинам. Но тем не менее, это разные явления. Они имеют свои признаки, свои отличия, свои характеристики. И чем они отличаются, вот, как с тем или иным состоянием работать, на что обращать внимание, как вот можно себя сбалансировать и вывести себя из этого состояния, вот об этом мы будем говорить мы сегодня. Что скрывается за ними, что за каждым из них скрывается, какие внутренние, какие внутренние процессы, в каких ситуациях там надо или не надо разбираться. А что именно у меня, самосаботаж или прокрастинация? Вот прокрастинация звучит красивше, самосаботаж страшнее. Ну, чего нравится, то и берите. Ну, прокрастинация это слово модное, да? Оно не так давно у нас появилось, это как бы термин, чуть ли не заболевание, официальный диагноз, можно ничего не делать, да? А поставьте, доктор, доктор, вы можете написать мне, что у меня прокрастинация в тяжелой стадии, и я тогда это покажу всем, и все нормально, да, собственно говоря. Примерно, наверное, это в половине случаев за ней стоит. Ну, давайте, наверное, все-таки начнем с лени. Ну, как в случае и лени, и прокрастинации, и самосаботажа таких объектов не существует. Не существует объекта лень, не существует никакой ни части личности, никакого там, никакого такого там существа странного, которое там бегает и на всех нападает, да? Лень это описание, ну, слово, слово, которое обозначает определенный процесс. То есть, там, говоря языком НЛП, лень номинализация, процесс превращенный в объект. Но объектом он не является, потому что только мы начинаем говорить, там, на меня лень напал, там, меня ленит, я хочу, но лень мешает. Ну, то есть, это все, все, как бы, вот эти вот варианты, по которым мы от себя, от своей, от своей личной роли отдаляем решение, решение процесса, решение задач для решения проблем. То есть, там, не существует никакой линии, это мы можем лениться, это мы можем по каким-то причинам не делать. И вот в такой постановке вопроса, она прям как-то сразу так хорошо начинает звучать, почему я не делаю. Да, возможно, если начинать думать именно вот в таком ключе, это может быть не всегда приятно самому человеку, да? Одно дело, когда лень вдруг напала, да, или там что-то там снизошло, ленивое состояние, вот оно такое. А другое дело, когда человек сам себе хотя бы скажет, что я ленюсь, да? Я – это уже некая ответственность за то, что происходит. Ну, или не происходит, да, но это я. Мы говорили уже в некоторых других наших эфирах на тему того, что изменения начинаются с опоры на реальность. То есть, как только мы начинаем фантазировать о том, что однажды там я – ух, сразу и все, да? Ну, такие фантазии оторваны от реальности, от происходящего. Более того, они именно внутри, в нашей психике, в плане представления я, никак не связаны с реальным будущим. Собственно, темы опасны. Ну, в смысле, темы бессмысленные, да? Вот все вот эти самые фантазии. И вот это самое признание, да, как-то принятие себя, принятие текущей ситуации. Я ленюсь. Вот есть некое действие, я ленюсь его делать. Все, это факт. Если вы это самое действие, вот как хотите, но не делаете на протяжении, там, недели, да, двух, трех, там, месяца, ну, какого-то времени, да, это, ну, медицинский факт. Вы не делаете, вы не хотите. Не хотите, ленитесь, не планируете, не желаете. Но с этого момента, соответственно, этот вопрос начинается, начинается, собственно, решение этой задачи. То есть вы не хотите или не можете, да? Вы боитесь или что? То есть, ну, состояние, какое у вас состояние на фоне вот этой самой лени? То, что вы называете, да, то, что можно называть лени? Да, фактически, если вы констатировали какой-то факт, ну, в данном случае тот факт, что вы ленитесь, да, возникает следующий вопрос. Вас это устраивает или не устраивает, да? В какие-то моменты вы можете даже себе на него честно ответить, что устраивает, и в этот момент вы перестаете беспокоиться, позволяете себе. И вообще тогда проблемы нет, да, и вы наконец позволили себе, например, что-то не делать. Это огромное облегчение, да? Или вы понимаете, что это вас не устраивает, вам мешает. Тогда следующий вопрос, да? Что с этим делать? Как? Возникает вопрос, как с этим работать? В конце концов, и нашему организму, и нашему мозгу, и нашей психике нужен, в конце концов, тот самый простой, простой общечеловеческий отдых. Если там есть понимание, что человек себя очень сильно загнал, ну, там мало спит, там много суетится, много напрягается, много нервничает, у него не лень. То есть, если человек, например, там без выходных работает, и по три часа спит, и через неделю начинает ощущать приступы лени, ну, не лень, человек сильно устал, человеку надо выспаться. Да, и кроме того, если в этом направлении двигаться, если человек не замечает, что с ним происходит, не замечает реакции своего тела, и там, как белка в колесе, гонит, гонит, гонит себя, в какой-то момент действительно вот это состояние, что называется полениться, оно включается, неосознанно, естественным образом, человек просто потерял силы. Это уровень, когда действительно нужно отдохнуть, выспаться, но бывает так, что этого недостаточно, и тогда встает вопрос, а что происходит в биохимии, да, вообще у организма хватает ли сил просто на поддержание самого себя, может быть, там просто их недостаточно, да, тогда действительно есть смысл пройти анализы, пройти анализы на наличие там в организме нужных витаминов, микроэлементов, минералов и так далее, и привести состояние организма к балансу внутреннему здоровому. И тогда, когда появятся внутренние силы, внутренние ресурсы, слово лень, оно просто исчезнет из лексикона. Вопрос в том, что нужно организму, отдохнуть или там его как-то подпитать, да, восполнить его ресурсы. Это вот тоже очень важная часть вопроса, на которую очень часто люди закрывают глаза, начиная с этой ленью воевать, да, заставляя себя что-то делать, требуют себя чего-то, начинают ходить по тренингам, читать книжки, как бороться с ленью, да, загоняя тем самым себя еще больше, да, но вопрос лежит вообще в другой плоскости, ее нужно тоже учесть. И вот если все нормально с телом, с организмом, да, силы есть, но почему-то не делаю, вот здесь как раз надо уже разбираться на тему того, а что за состояние, связанное с моим восприятием планов. И тоже не закрываться словом лень, а просто вот мысленно смотреть на эти самые планы. Хорошо, чего я хочу? Я хочу это, вот это, вот это, вот это. План такой, 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 такой. Когда вы смотрите на эти планы, вот так по-честному, какое состояние возникает? Ну, параллельно, да, параллельно с этими самыми планы. Понятно, что планы великие, надо делать хорошо, я молодец, буду, да, ну вот там где-нибудь, да, там где-нибудь, 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 где-нибудь что? Мы ожидаем за собой, да, мы всегда говорим, отслеживайте, что вы чувствуете в ответ на те или иные ваши мысли, в ответ на те или иные ваши идеи. Организм ваш всегда вам даст знак, да, а, конечно, Андрей об этом и говорит, что, а что внутри отзывается на мысль сделать? И мы здесь начинаем уже, как бы, отчасти касаться, наверное, от того, что у нас в МЛПе называется экологией. Чего там у нас внутри? Если есть какие-то опасения по поводу этих планов, то есть если мы понимаем, что внутри сейчас у нас звучат опасения по поводу этих планов, в чем опасения? Это же ваши, получается, опасения, да, это же то, что у вас там звучит. А что именно звучит? В чем опасения? Мы не верим, что мы справимся с этим, ну, вот прямо с этими шагами? Окей, тогда, значит, надо их детализировать, чтобы, ну, ваш мозг понимал, потому что это сигналы подсознания вашего, то есть сигналы на самом деле того, что будет делать 80% работы вот этой. То есть если вы, мы говорили, да, уже об этом на телевидении, про цели, на передаче про цели, там, мечты и все такое, ну, вкратце повторимся, если вы задачу прописали четко, что мозгу понятно, что делать, с высокой долей вероятности он это будет делать. Если она прописана нечетко, если там непонятно что, ну, как это, типа, встану и буду молодец сегодня. Что такое буду молодец? Куда молодец? Зачем молодец? Из чего это складывается? А точно ли молодец? Нет, точно молодец. Да как это, не очень понятно. И поэтому мозг смотрит на эту цель и думает, господи, что за фигня такая? Там вообще непонятно что делать. Что я буду делать? Зачем я это буду делать? Какой, не, 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 я не хочу вот это. Потому что там ничего не понятно, что там делать. Да, в этот момент он, конечно же, просто вырубит все. Да, там нападет, что, то, что, там, лень навалилась. Слабость, поспать хочется, сонливость, какая-то вялость, да, там, ну, ой, апатия там или нет. Конечно же, мозг очень быстро найдет объяснение тому, что происходит. А вот, только для того, чтобы вот эту цель, когда я молодец буду, непонятно как, ее отложить в сторону. Может быть, когда-нибудь к ней вернемся, может быть, завтра, там, с понедельника, с следующей недели. Вот, она как бы есть, она висит, она никуда не девается, но почему-то как бы лень начать ее реализовывать. Да, потому что мозг не понимает, как, и, соответственно, на это уходит огромное количество ресурсов, чтобы продумать, как. А мозг не будет это делать, ему, в общем-то, не надо. Если не надо вам, то ему тем более. Непонятно где. Ну, собственно, непонятно, что делать. Бывает непонятно, где делать. Может быть, это опасение на тему того, а что дальше. Ну, хорошо, вот я начну делать. Мне, например, даже понятно, что делать, но что там с результатами, с его последствиями, да, там, достаточно ли у нас прописана мотивация, да, нет ли там каких-то у нас, опять же, внутри, да, с точки зрения психики, в восприятии, нет ли каких-то опасений на тему того, а что будет потом, да, когда я это сделаю. А если я это начну, ну, тоже, в каком формате я это начну? Опять, та самая идея, да, мы, там, ну, знаете, пресловутый бег по утрам, да, мы, когда мы там собираемся, например, им заняться, мы и что прописываем? Каждое утро бегать или не каждое? Естественно, мы прописываем каждое утро, а потом оказывается, что у нас попросту нету этого самого каждого утра. Ну, то есть иногда там бывает, что мы просто там где-то, мы ездим, мы летаем, там, мы в командировках, где-то еще, и иногда просто не получается. И мы себе вот поставили рамки, и тут же мы их нарушаем, нарушать свои же планы, и это тоже не очень прикольно, там, с любви химической точки зрения тоже. И получается, мы недостаточно точно продумали вот это все. То есть планы поставлены, но внутри у нас экология против, по каким-то причинам. Хоть в процессе, хоть потом, хоть ресурсы глобальные, а выдержу ли я, вы... Ты вот так замечательно запланировал там бегать каждый день, и вообще молодец, да? А как? А если там через месяц мы, например, по каким-то причинам не побежим, мы же сами себя загнобим. Потому что у меня там в планах написано, типа, если я не побегу, то я там фу-фу-фу, вообще мне вот фу-фу-фу. Ну и зачем себя гнобить? То есть планы, планы должны быть, наверное, адекватные в текущей жизни. Да, конечно, мы должны двигаться вперед, да, конечно, мы должны свою жизнь усиливать, там, улучшать, мы должны там создавать новое. Но опираясь, опираясь на сейчас, то есть если разрыв между настоящим и желаемым будущим будет большой, мозг это воспримет как мечту. Если разрыв будет большой и с маленькими шагами, они будут, ну, не будут мотивированы. То есть мы должны видеть, должны видеть некоторый процесс движения. И я четко осознавать, это позволит нам вот эту самую экологию, да, просчитать, собственно, чего нам там нравится, не нравится, и в том числе планы скорректировать. Да, совершенно верно. И давайте, наверное, еще с одной точки зрения посмотрим, что лень, это действительно может рассматриваться как нарушение в биохимии организма, да, просто не хватает чего-то важному организму, он там пока что все ресурсы использует для того, чтобы поддержать только самого себя. Нет энергии на достижение цели, да. А следующий момент важный, это действительно экология, да, не нарушаем ли мы тем самым вот желанием достичь чего-то важного, даже более важного, чем вот эти цели. И, конечно же, тогда мы тоже не будем достигать, не будем что-то делать. Вот, но вот здесь есть еще такой нюанс, да, все-таки лень зачастую описывается как состояние там расслабленности, апатии, мало сил, мало энергии, и вот тут мы как раз-таки начнем сравнивать ее с прокрастинацией, да, потому что лень это когда не делаешь ничего, в лучшем случае пальчиком может быть там серфиш, да, потому что сил больше ни на что нет, или они вдруг выключаются, когда нужно достигать чего-то, вот, а прокрастинация, прокрастинация, вот, она предполагает, да, что вы активно делаете что-то другое. Активно вы делаете то, что вы не делаете, да? Да, вы, например, вместо того, чтобы сделать проект, вдруг решили заняться спортом, вы прибежали пару километров, как-то лень, это сложно, да, согласитесь. Стоит только захотеть пойти в спортзал, да, как внезапно тебе нападает желание работать, там, делать проекты, там, еще что-то, там, куда-то ехать, с кем-то встречаться, вот, иногда, наверное, даже бывает здорово, наверное, иметь какую-то такую здоровскую пугалку, да, то есть, о которой ты знаешь, да, думаешь, вот, там, где-то по утрам, это, короче, такая прикольная штука, когда у меня начинается такое, что, типа, там, что-то ничего не хочется, там, как-то, я тогда буду планировать начинать бегать по утрам, да, и прокрастинация заставит делать все остальное, кроме этого, да? Да, лишь бы не бегать. То есть, ну, мотивировать себя от, да? И в этом как раз-таки мы и отмечаем разницу между ленью и прокрастинацией, вот, поэтому тоже повспоминайте вот ситуации в вашей жизни, когда у вас было одно состояние и было другое, вы эту разницу четко почувствуете, она действительно по-другому ощущается. Елизавета, не только про вас, это много про кого, наверное, да, наверное, у всех, как мы писали, наверное, наверное, с этими явлениями, да, или не прокрастинация, и самосаботаж, может быть, и не всегда, может быть, там, эпизодически, но сталкиваются по нашему представлению абсолютно все люди. Другое дело, что если мы действительно умеем с этим правильно взаимодействовать, то просто период сокращается. Если вы понимаете, что вот сейчас вы вместо того, чтобы делать запланированное, начинаете то, что называется имитация бурной деятельности, делаете все, что угодно, кроме этого. Собаку в доме приготовите, там, собаку выгуливаете, еще, там, 10 тысяч дел, но только чтобы не сесть за этот проект какой-то, да, вот. Ну, понятно, о чем идет речь. То есть вот факт того, что вы это осознали, позволяет с этим уже работать? Позволяет взять и фактически сделать так называемую интеграцию частей личности, да, такую интересненькую технику из НЛП. Ну, давайте вкратце, да, вы на одну руку мысленно помещаете вот всю, всю совокупность желания делать вот это самое, то, что вы не хотите, да, на другую вы помещаете там всю совокупность того, чего вам хочется делать вместо этого, да. Фактически, ну, это как две части личности, да, как два каких-то аспекта, наверное, вашей. Дальше можно, в принципе, аналитическую работу проводить, там мысленно обращаясь к каждой из этих частей, да, спрашивать на тему, там, ну, хорошо, зачем мне проект, да, зачем мне вот это, а потом зачем, а потом зачем, то есть, как бы постепенно-постепенно смотреть, ну, какие ценности, какие, какие важные цели, задачи, да, и, ну, собственно, в чем мотивация, стоящая за вот этим, да, а потом за вот этим, собственно, когда я хочу все вот это делать, там, я чего хочу, и тоже раз, 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 и в конечном итоге цели цели вот этих вот двух частей начинают быть очень похожи как правило там идет идет наверное идет наверное борьба борьба за две автоматические там или полуавтоматические стратегии борьба между двумя полуавтоматическими стратегиями по достижению одной и той же ценности здесь такая лидейка если вы когда-то если вы когда-то например научились чего-то делать автоматически она в голове уже работает работает само работает без нашей без нашего внимания то есть там просто зоны мозга определенные активировать когда мы попадаем вот как бы в поле контроля этой ценности и автоматом запускается поведение и если например на фоне этого вы однажды сделали какой-нибудь модное слово называется челлендж вот сделали какой-нибудь челлендж типа там 21 день я делаю вот это 21 день они действительно нужны для того чтобы интегрировать у себя вот собственно вот новый навык до новую стратегию но 21 день это время потребное для того чтобы как раз таки ну как-то перебороть сопротивление интегрировать навык невзирая на собственно говоря и колонки вы себя один раз подоставляют 21 день и вы создали в голове второй контур который тоже связан с этой же ценностью но голова это не шкафчики от икеи нет такого что в каком-то что в какой-то ячейке например там вот здесь хранится моя мотивация и вот и только здесь это все здесь одна ценность и другая ценность нет голова это такая как это очень очень разноплановая там многоплановая и там стратегии разные разные навыки разные движения вот там вот нейронов они могут происходить абсолютно абсолютно параллельно ну давайте такого тоже отступление на тему афирма афирмации дал тоже спрашивают а вот если там типа полезно ли слушать аффирмации полезно для того чтобы вот этот самый конфликт внутренний высветить то есть если человек считает там внутри где-то на уровне убеждения есть идея о том что я глупый вот глупые все убеждение не рефлексируется убеждение просто автоматически включается каждый раз когда я вижу умную книжку у меня в голове ты ступой зачем ты смотришь на эту книжку не надо ты лучше это не испугайся и отвернись от нее только начинаю мяться немножечко не очень понятно почему потому что там это самоубеждение ну я же замечаю что я прячусь от умных книжек думаю нет надо будет развиваться и умственно расти и тогда я ставлю себе афирмацию наушники уши 21 день я там умный и вот это вот все но она не перезаписывает ту она параллельно прописывается и у меня получается конфликт внутренний с одной стороны я умный и с другой стороны зачем тогда я это все сделал да и примерно так же здесь одна стратегия говорит надо вот так достигать цели а вот это ведь нет этой цели от вот так достигать и начинается начинается у них перетягивание перетягивание каната если вы выяснили что там стоит за ними да они очень легко объединяться дальше уже там в москва это это все воедино если вам не хочется вот этот аналитическое там туда и сюда и делать то тогда давайте мы еще один вариант когда вы вытащили ну давайте символами некоторыми вот эти вот части до которые за вот это отвечает и которая за вот это вы просто возьмите начинаете так просто медленно и сближать просто медленно там с какой хотите скоростью главное и сближать чувствуете что сейчас надо еще медленнее значит еще медленно чувствуете что можно побыстрее, можно побыстрее просто ориентируясь на ощущения, сдвигайте и сдвигайте. Не надо ничего думать, не надо ничего анализировать, это их там задача объединяться, а ваша задача просто вот заставить их, да, немножечко, но оставляем. В этот момент просто дайте себе столько времени, сколько нужно, и наблюдайте, да, потому что если вам, вашему мозгу иногда может казаться, что ой, что-то долго идет процесс, ну, чем больше конфликт, да, чем дальше они находятся друг от друга, тем, соответственно, медленнее будет идти процесс. Ну, это просто, ну, вот, давность такова, и поставив себе задачу просто наблюдать, заинтересуйтесь, да, а как получится, быстро или медленно, и нет идеи, правильно или неправильно, потому что это вот ваши внутренние ценности, это ваша внутренняя интеграция, вот, наблюдайте, ощущайте, слеживайте. Кстати, в этот момент могут приходить очень интересные мысли, осознание, понимание, включаться какие-то, ну, интересные, может быть, давно забытые, или ранее состояния, которые у вас не присутствовали, да, они просто там спали где-то, да, они могут просто раскрываться, запускаться. Вот это самонаблюдение, оно прям такое, вот такой процесс, тот еще, да, это в том числе очень мощный элемент трансформации. Поэтому техника, несмотря на то, что она кажется очень простой, она действенная, вы можете брать совершенно разные ценности, но если вы понимаете, что они у вас находятся в противоречии, да, там, посидеть, поработать или все-таки отдохнуть. Вот не могу отдыхать, потому что знаю, что нужно работать, не могу работать, потому что знаю, что устал, нужно отдохнуть. Да, умный или красивый, работа или семья, там, ну, опять же, может быть, все, что угодно. Если вы понимаете, что где-то у вас начинается вот этот конфликт, сразу просто вот одна ценность, другая, и начинаете вот это сближение. Чем хорошо, да, чем хорошо вот такую штуку делать, ну, наверное, там, как бы, если прям вот как техника MLP, да, то там, конечно же, есть и аналитическая часть, и оператор должен быть, который вас будет там калибровать со стороны, там, отмечать и все остальное прочее. Ну, конечно, если вы просто сделаете так, качество и эффект от этой техники может быть и поменьше, чем ее бы сделали, там, как бы, по-серьезному, да, с оператором, но вы ее можете использовать как практику. То есть просто как практику, там, каждое утро или каждое вечер, вот, найденные вот эти конфликты брать, раз-раз-раз-раз-раз интегрировать. Если он будет повторяться, интегрировать, значит, еще раз. То есть у нас, ну, осознанность эта штука такая, да, ее тоже надо тренировать и развивать. Если мы по каким-то причинам не помним, то есть не отдаем себе отчет на тему того, ну, что там у нас в голове происходит, да, если мы не привыкли рефлексировать, ну, и, собственно, не осознавать вот эти вот вещи, то мы с первого раза просто не сможем, не сможем адекватно выразить, что здесь и что здесь находится. То есть кусочек здесь, кусочек здесь, вот от того, от конфликтных частей, да, часть здесь, часть здесь. Часть интегрировали, но остальное осталось. И его еще, 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 еще. То есть практика, практика от техники отличается тем, что вы ее можете делать там много раз самостоятельно, прекрасно, и, ну, от повторения эффект будет нарастать, даже если у вас не хватает каких-то, то есть навыков для того, чтобы там технику сделать идеально. Фактически это аналог медитации в том числе, потому что вы начинаете осознаваться, осознавать себя, чувствовать себя, отслеживать свои состояния, отслеживать свои мысли, эмоции. Поэтому тем, кто вот интересуется разными практиками, да, там, духовного роста, осознания, движения, там, вперед, там, самотрансформации, вот это одна из техник, которая в том числе очень хорошо, ну, может стать практикой, да, ее можно включить в этот ежедневный свой ритуал. Если вы, если вы хорошо осознаетесь, если вы хорошо рефлексируете происходящее внутри, в вашей психике тогда, тогда вы можете прям вот, ну, как бы сознательно договорить эти части, то есть понимая, что, ага, может быть, планы чуть-чуть скорректировать, то есть добавив вот это, вот это, вот это. И здесь, ну, те самые наши примеры, да, про тот же самый, там, опять же, и Песловутый Бег, да и много про что еще. Тогда, если, скажем, какие-то ваши планы не делаются, вместо них там делается все, что угодно, не обязательно эти планы по-прежнему держать идеальными. То есть, если что-то им сопротивляется, если планы сейчас работают на 0, да, процентов, если они будут работать на 50, это очень много, в сравнении с 0, это просто там, просто, вот я как математик вам скажу, бесконечно раз больше. Да, совершенно верно, потому что зачастую иногда вот такое состояние лени, да, нежелание достигать может включаться только потому, что вот та самая цель, она настолько может быть идеальна, что она никак не становится вашей, да, ваш мозг не понимает, вот как вот то, что вы видите на картинке, или вам рассказывают, какое оно имеет отношение к вашей непосредственной жизни здесь и сейчас. И, конечно, там включается экология, да, а зачем это мне, а как я буду это достигать, а как я буду с этим жить, да, вот. Поэтому даже если вы вот ту самую свою цель трансформируете и сделаете ее своей, да, снизив там требования, там, поменяв условия, там, еще что-то, но так, чтобы она нравилась вам, и, может быть, это будет 50% того, какого-то мифического идеала, действительно это много, но гораздо больше удовольствия она вам принесет, когда вы ее для себя реализуете. Ну что, и если, двигаясь дальше, да, если не помогла лень, если прокрастинация не смогла отвлечь вас от цели, да, то на страже вашей экологии стоит третий механизм, собственно, самосаботаж. Механизм, который, ну, как-то, серьезнее и бескомпромисснее этих двух первых. Да. То есть механизм, когда вы прям начали делать, но, знаете, когда, когда вдруг вы, когда вдруг вы понимаете, ну, или попадаете в ситуацию, когда вот вы все делаете, что можете, да, вы делаете все, что можно, вы делаете все, что нужно, там, все позапланировали, вы прикладываете силы, ну, то есть вы, по идее, делаете все правильно, но при этом возникает такое ощущение, что вот, ну, как-то не складывается, и как будто бы все против. Вы решили пить чай без сахара и, заваривая себе чай, случайно обнаруживаете, что сахарница сама туда насыпала сахар. Да, вот проносили мимо, что подставили в сторону, оно просыпалось. Да, ну, это такой пример на очень утрированный, но, тем не менее, вот то самое, что оно как бы само что-то получается вопреки, да, какие-то косяки, какие-то там недоработки, это просто самосаботаж. Вы запланировали себе радости новогоднего шопинга, вот, и ничего не может вам помешать, никакой прокрастинации, в общем, вы твердо намерены совершить новогодний шопинг. Вот, но ситуация осложнилась тем, что вы не можете найти свою карточку кредитную. То есть, натурально ее нет нигде. Вы ее ищите 2 дня, 3 дня, 4 дня, собственно, когда заканчивается вот этот самый новогодний шопинг, да, вот именно тогда у вас карточка находится. Причем она находится зачастую аккурат в том месте, где вы 15 раз искали. Когда человек, например, не хочет куда-то ехать, ну, дайте, по внутренним, по экологическим причинам, не хочет ехать на какую-то встречу, не хочет, может быть, устраиваться на какую-то определенную работу, то есть, ну, как бы он твердо намерен устроиваться, ну, просто внутри, он, как бы, внутри есть понимание, там, да, какой-то нарушенной ценности. Причем очень неосознанное понимание, потому что на уровне логики человек делает все, чтобы реализовать, устроиться, поехать, делать, и он предпринимает все шаги, конечно. И вот он собирается, собирается утром, чтобы ехать на вот эту самую работу, на самое важное собеседование в его жизни, да, вот, он начинает с того, что, ну, рубашку сжигает свою, ну, там, или пятно, она не садит, там, или поджег, рубашку утюгом. Нет, он, конечно, другую возьмет, но уже, как бы, это уже нервяк, уже время, да, надо выходить, где ключи от машины. Человек начинает играть в эту замечательную игру, да, где ключи от машины. Спрячет самого себя. Бегает, бегает по-другому, ищет ключи от машины, ну, слава богу, находит, может быть, с подсказкой близких, потому что вот тут, кстати, такой тоже момент. Если есть близкие, они зачастую помогут найти ключи. И зачастую выглядит это так, человек бегает и ищет эти самые ключи, когда все понимают, что он ищет ключи, они ему говорят, да, вот, Джейни. И он понимает, что он просто мимо этих ключей 15 раз пробегал. Вот запоминайте, это очень важные такие моменты. Там потом еще что-то, это забыл, то забыл, пятое забыл. И вот этот момент, вот Андрей сказал слово, это важные моменты, да, вот мы склонны чаще всего, это не судьба, это не моя работа, это не мой проект, это не моя цель, там, типа, жизнь отвела. Вопрос, кто кого, куда отвел, да? Если это делаете вы, что при этом нарушается? И вот тут, наверное, самое-самое время, вот как раз вот такие цели, которые, которые тотально не складываются, проанализировать, ну, так вот по-часноку, по-настоящему проанализировать. То есть расчеркнуть тот самый квадратик, да, и там написать, там, что случится, если я это сделаю. И все, и плюсы, и минусы, и выписать. Тот самый квадрат декарта, мотивации, квадрат мотивации, по-разному он называется, ну, тот самый. Да, тот самый, чего не случится, если я достигну цели, там, чего не будет, да, там, или чего будет, или что исчезнет. Там разные форумы, где могут быть, главное, чтобы нам со всех сторон покрутить. Потом там, что будет, если я не достигну этой цели. Причем выписывать как очевидное, так и неочевидное, так и то, что потом приходит в голову. То есть главное, главное выписывать побольше. Да, вот в этих случаях мы всегда на это обращаем внимание и особенно подчеркиваем, что самые бредовые мысли, которые приходят в этот момент в голову, важно записать. Если вы начали заполнять какой-то квадрат, отвечая на вопросы, и тут вам приходит в голову мысль, а вы думаете, да не ерунда, писать не буду, именно эту мысль нужно записать в обязательном порядке. Вот когда вы используете аналогичные технологии, весь анализ потом. А сначала пишите, да, чем больше, тем лучше. Потому что первая пятерка, там, или даже десятка иногда объясняла, она пишется достаточно легко. Но как раз-таки самое интересное, начинает выползать на бумагу уже после вот того ступора, да, когда вроде бы кажется, все, написал, ну что еще. Ну а вот потом самое интересное, что еще, с чем нужно будет работать. При этом, при этом, в процессе этого анализа могут выйти на понимание даже ограничивающие убеждения. То есть в том числе человек может, там, вот, когда это все пишет, да, написать что-нибудь, типа, там, я нельзя, ой, мне нельзя, да, или, там, я не хочу, или, там, я не могу. То есть и такие мысли, Елизавета. Да, принцип мозгового штурма только в рамках отдельно взятой головы. Отдельно взятая голова на отдельно взятый вопрос отвечает в течение какого-то выделенного времени. О, ну, с другой стороны, кстати говоря, давайте еще одно упражнение, с которым мы можем в рамках телевизора рассказать и сделать. Есть такое парад частей личности, есть такое шутливое, полушутливое, полусерьезное упражнение из курса МЛП практики, когда мы предлагаем, ну, как бы, предлагаем человеку погрузиться внутрь себя, да, погрузиться, вот, как бы, в свой внутренний мир, как там все устроено, и попросить, попросить выйти, там, все те самые части личности, которые, вот, ответственно, так или иначе участвуют в каком-то определенном контексте вашей жизни. И вот если в таком формате ее делать, да, такой, ну, вот, есть, есть цель, да, какая-то, есть цель, и есть какие-то вот такие вот непонятные, непонятно, что происходит. И тогда, да, можно просто обратиться, там, сесть, закрыть глаза, да, обратиться во внутренний мир, и просто попросить, типа, там, там, все, там, проявитесь передо мной, там, пожалуйста, все те, кто вот так или иначе связан с этой целью, все мои чавости. И тогда вы, прям, в чистом виде получите, Елизавета, мозговую штуку, получится это как-то сессия, то ли фасилитация, то ли стратегическое консультирование. Контролируем наши засленили, брата одной головы, да. В общем, там, там, выйдет у вас там 10 человек, или 15, или 5, ну, в общем, сколько-то человек у человека выйдет внутри. Ну, это, да, это будет метафора части личности, но в таком формате, кстати говоря, может быть даже и очень, ну, может быть даже легче будет, вот, собрать вот этот вот анамнез, то есть, собственно, из чего состоит, то есть, чего состоим мы, с точки зрения этой цели, потому что там могут быть какие-то части, которые, знаете, совсем давным-давно забытые, забитые, но которые, тем не менее, стоят на страже, там, чего-то важного для вас. Вот, если вам, с точки зрения, нельзя отдыхать, да, то есть, если там вы, ну, то есть, там, в метафоре ограничивающих убеждений, если, там, вы недостойны отдыха, например, да, вот, то эти части, они, как бы, вот, пока вы там со всеми остальными частями, которые за отдых, да, когда вы там с ними берегаете, выбираете тур, там, покупаете платьюшки, там, Пауэро нашли красивое, да, там, для моря, они в тюркушку спрячут ваш загранпаспорт. А это, кстати, происходит очень легко, то есть, так, чтобы, знаете, вот, там, человек идет, у него мысли крутятся одна, ну, так, чтобы рука, например, параллельно что-то одно взяла и переложила в другое место, как здрасте. То есть, у вас даже просто в обычной жизни, вы просто подумаете, сколько вещей вы делаете неосознанно. И потом, оп, такое, все выбрали, все нашли, и где загранпаспорт? Нет, загранпаспорта. А экономим, а надо работать, а надо работать. А экономим, да, а надо работать, да. И там, объяснял, может быть, много, ну, как бы загранпаспорта только нет, понимаете, вот в чем дело. Ну, как только сроки пройдут, самолет, как только тю-дю-дю-дю, вот, соответственно, сразу он найдется, потому что зачем ему дальше прятаться. Да, есть там, есть, кстати, тоже еще одна такая хитрая технология, но она присволяет, как бы, с одной стороны, найти загранпаспорт, с другой стороны, как-то, ее применять нужно только, если после этого вы будете заниматься вот этим самым, там, самым анализом. То есть, можно, как это, конгруэнтно сказать, все, я никуда не еду, сразу находится загранпаспорт, все находится сразу. Вот, ну, после этого, после этого, надо, конечно, обязательно все равно проанализировать, потому что, если после этого вы, как это, схватили загранпаспорт и полили, и полили, то вот та часть, которая, которая этим всем занималась, она такая скажет, а, теперь я про тебя все знаю, я тебе теперь верить не буду, и в следующий раз она этот загранпаспорт не спрячет, она его в следующий раз утопит. Как-то, знаете, как картинка, недавно в интернете видели картинку, на тему, как появляются, как появляются горящие путевки. Там собачка, с радостным таким лицом, и растерзанный в клочья загранпаспорт, просто изгрызенный. Это почему? Это потому, что ваша часть его, это, как это, положила на стул, положила на стул в зоне доступа по собачке. Она знает, потому что, что с ним сделает собачка. Все очень просто. И опять же, да, это настолько привычные нам события, что мы совершенно четко, тут каждый может вспомнить, там, десяток, другой, там, уровень серьезности может быть разный, да, но даже по мелочам, да, что-то вот там, что-то затерялось, там, как нашлось, да, что-то забыл, на пустом месте забыл, да, а потом, казалось бы, уже не нужно вспомнил. И так далее, да. У нас много, много случаев и в нашей жизни, там, и в клиентской, и потерянные на ровном месте карточки кредитные. И, ну, и как бы, на самом деле, и серьезные вещи. То есть, и там, и поломанные ноги, и вывихнутые, там, ну, то есть, здесь поймите правильно, сама саботаж, штука такая, если вы будете с ним бороться, он с вами тоже будет бороться. Да, а бороться, да. А бойтесь, да. Как только вас, ваш мозг понимает, что он вам дает сигнал, а вы сигнал раскусили, но поступили, как хотели, он очень быстро обучается быть еще хитрее, да. И чем больше вот этих уровней сложности вы наращиваете, да, тем бескомпромиссней ответ нашего бессознательного. И там действительно, и угроза здоровья может быть очень серьезная, да, и срывы каких-то проектов очень серьезных могут быть, да, и потери каких-то работ, таких вот, которые интересные. Там все что угодно. Поэтому вы, пожалуйста, дружите со своим подсознанием, вот, слушайтесь сигналов, прислушивайтесь. Если вам не очень нравятся они, то не идите вопреки, договаривайтесь, договаривайтесь, находите компромиссы. Возможно, просто отложить во времени, это будет лучше, чем просто идти на пролом, потому что пойти на пролом можно один раз эффективно, а потом уже так не получится. Вот, да, ну, мир, дружба, жвачка. Помните же все, наверное, эту историю про японских, про японских диверсантов на Филиппинах, которых закинули, чтобы они там терроризировали. Самый известный из них, лейтенант Хиро Анода, который воевал, ну, то есть, пускал под откос поезда, партизанин там, убивал американцев, там, администрацию, ну, в общем, сеял террор на фактически вражеской территории. Так вот, после окончания войны, после капитуляции Японии, Хиро Анода что-то то ли 7, то ли 8 лет еще ураганил. Вот, то есть, это самая лучшая метафора вот этих самых наших частей личности, которые, что бы вы там ни делали, что бы вы там ни планировали, где бы чего ни закончилось, у них там свое прописано. Пока вы их не вытащите наружу, на осознание, пока вы не поймете, что вот где-то там у вас там запрет стоит на что-то, например, да, и древний запрет. То есть, запрет, который там, не знаю, там, в каком-нибудь, например, в третьем классе ребенок плохо закончил школу и на весь, там, на все лето был фактически заперт дома, потому что все, там, тебе нельзя отдыхать, ты отдых не заслужил. Вот, ну, как бы капец, да, и вот эта мысль в голову интегрировалась. Человек уже сам давно вырос, да, человек уже сам решает уже, там, в принципе, чего он заслужил, чего не заслужил, но если эта мысль там висит, то человек в отдых поехать не может. Причем даже не только потому, что там паткор собак съел, да, и это тоже может быть. Нет, просто перед, например, перед отпуском, да, вроде бы и отпуск запланирован, вроде и поехать я куда-нибудь хочу, но человек просто перед отпуском, он в себе сам, незаметно для себя, на работе обеспечит головничок. Какой-нибудь проект, там, где-то ошибочка, где-то еще что-то, где-то, где-то косячок, где-то чуть подзатянул, где-то там допустил ошибку какую-то там, то есть, и потом, фига, с вами будет завтра в отпуск уходить, а тут такой снежный ком пришел в обратку. Ну, я пришел, он его сделал себе, он его тщательно, методично, две недели готовил, и теперь, ну, какой, к черту, там все горит, там, ой, вообще. И даже если в этом случае человек поедет в отпуск, он там будет решать рабочие вопросы, да, то есть, все будет бессмысленно. И вот там маленькая часть мозга, она будет довольна, скажет, вот, я говорил тебе, отдыхать нельзя, ты недостойный. Голосом мамы, понятное дело, говорит, да, ну, или папы, или бабушки, неважно. Вот, главное, вот, главное говорит, да, был такой старый-старый случай, мне надо как-то рассказать там с чужих слов, но тем не менее, про человека, который регулярным, регулярной ситуацией для него было, что вот когда планы его, то есть, ну, он ставил планы, он и достигал, все было классно, ну, как достигал, двигался к ним, да, причем нормально, все хорошо, там, не лень, не прокрастинация, очень, очень эффективна, но за, за буквально там, в полушага от достижения плана запой. Ну, то есть, то есть, раз человек все, запой, просто, ну, просто срывается, ничего сделать не может, срывается все, соответственно, там планы реализуются, конечно, но реализуются совсем не так, как, совсем не так, как хотелось, совсем не с таким качеством, реализуются, ну, всей, потому что вот это вот все ну а ну ничего сделать нельзя человеком ну и в результате результате выяснения в детстве детстве это вот этот человек поехал в перенески лаги и там всем говорили детишки и мойте руки перед едой после еды там еще что-то еще что-то вот он как он как правильно значит был все делал правильно все делал эффективно как сказать фактически реализовывал ту самую стратегию стратегию делать там все лучше всех ну или там числе первых но как-то понятное дело что он такой может быть там был чуть ли не один и что-то там все в общем весь лагерь заболел учет там не помню что нужно было заболеть то что там же с третьих рук история ну в общем фишка в том что заболели все кроме него вот ну и как таково посадили в карантин один цель его обмазанные зеленкой там и иодом дети радостно бегали по всему перенеску магию играет футбол потому что с ними все нормально он сидел в этом самом застекленном там нет начать лет того вот до после этого мозг принял решение всего нельзя быть лучше всех и поэтому как только планы движутся к тому чтобы быть лучше всех но надо надо такие планы отрывать потому что иначе будет все плохо иначе он посадит в карантин мощь нашего подсознания она бесконечна по крайней мере более чем достаточно для того чтобы реализовывать нашего те самые глубинные убеждения которые включают экологию которые защищают наши ценности и если мы понимаем что стоит за привычными какими-то стратегиями если вы отслеживаете своей жизни вот регулярно повторяющийся какую-то модель поведения которая там вот все 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 хорошо хова плохо хорошо хорошо снова плохо наверняка есть у вас такие примеры потому что но об этом многие говорят даже не вопрос клиенты да люди и которых все в порядке да но вот какие-то моменты они отслеживают что вот такая какая-то цикличность и да за этим что-то стоит конечно есть смысл разобраться для того чтобы лучше себя понять и действительно найти другой способ достижения учесть свою колонку это было бы здорово и такая тоже немножечко неочевидная мысль просто потому что сегодня мы об этом ничего не рассказали тема для отдельного для отдельного телевидения не стремитесь быть идеальными вот это вот прям вот не стремитесь быть идеальны в любой любой деятельности оставляйте там пять процентов на то чтобы там чего-нибудь чуть чуть не сработало может быть чтобы где-то там были какие-то какие-то вот такие штуки то есть это это важно для того что мы называем называем я концепции наверное действительно мы сделаем отдельный фильм по этой теме потому что она достаточно обширная а с одной стороны другой страны очень интересная и она жизни очень здорово как-то реализуется подтверждается каким образом это все происходит мы назовем мы назовем это телевидение работы с самооценкой наверное да и как бы все расскажем но здесь просто здесь просто поверьте да пока поверьте на не стремитесь не стремитесь быть на сто процентов идеально оставляйте себе оставляйте себе этом ну и как бы шанс на поддержание стабильности своей я концепции и на индивидуальные черты ну в общем вот на все такое прочее планы вперед все хорошо все классно двигайтесь понимаете если нет если упадок силу иметь усадить силы по поведению это делайте правильно это делать то что это что должен делать правильный человек там и лупая силы подними иногда упадите вы вместо того чтобы поднимать силы иногда допускать и прокрастинацию разрешаете и будете потом там поделать и вот эту самую интеграцию да иногда иногда позволяйте позволяйте тому чтобы эти саботируемые какие-то цели иногда позволяйте может и их и бросить какое-то время было поведение имеет позитивное намерение да это одна из аксиомы но пи мы об этом всегда говорим и в нашей жизни это действительно так и вот сейчас когда мы говорим о том что позвольте себе не быть идеальными быть такими какие вы есть и где-то чуть-чуть совершать ошибки в том числе и позволять себе то что мы называем слабостью но в этой слабости заключена огромная сила есть сила время иногда нужно позволить себе полениться дать себе отдохнуть дать себе возможность посмотреть на свой организм на это тоже очень важно прокрастинация за этим тоже стоит мощная сила вы пока не достигаете своей цели которую считаете главной основной делаете там 10 тысяч мелких дел но они тоже должны быть сделаны вы бы их иначе просто не делали вот они тоже важны и это же круто что наконец руки добрались ну хоть убрал до приготовил там или наконец-то что-то освоил вместо того чтобы это тоже здорово если вы относитесь к этому именно вот в таком ключе вы наоборот будете многограннее наоборот вы будете где-то даже больше достигать чем вы просто выперли к одной цели но при этом понимать что вот это симптом определенных симптом того что где-то бессознательная вам говорит остановись да подумай проанализирую что вообще происходит услышь меня ну что может быть если вопросы есть мы с удовольствием ответим лень прокрастинация самосаботаж тема нашего сегодняшнего эфира я понимаю наверно что мы снова понятно говори большому счету сегодняшняя тема сегодняшнего эфира дружба с собой да дружба с собой дружба со своей головой со своей психикой ну и наведение какого-то такого гармоничного гармоничного порядка внутри в своей жизни так чтобы так чтобы запланированное было вписано так как вы хотите туда куда вы хотите и на всех уровнях вы были бы с этим согласны когда на лень и прокрастинация самосаботаж в другую сторону мотивация отсутствие его наличие это наверное это просто признаки там не вполне верные работы с постановкой целей с учетом экологии с учетом ресурсов с прописанием с описанием цели в жизнь поэтому у нас у нас был у нас был эфир про про цели и целеполагание можно его послушать там немножко подробнее про именно цели по именно цели и мечты да и как описывать и эта запись будет сформирована как записи выложена на нашем канале в ю тубе а там же сейчас находятся все наши прошлые эфиры поэтому подписывайтесь вы сможете в любое время посмотреть что-то вспомнить а возможно у вас появятся какие-то идеи и пожелания пишите в комментариях мы все начитаем и естественно мы будем того чтобы делать что-то что было бы вам интереснее первую очередь если есть какие-то темы если есть какие-то темы которые вы прям очень-очень хотите услышать там именно от нас если если хотите что-то прям услышать от нас какие-то конкретные темы пишите не стесняйтесь мы будем корректировать планы эфира тем более у нас планы такие изрядно скользящие и мы будем мы будем включать до включать ваш интерес чтобы им чтобы действительно наше телевидение было не только самым полезным телевидением да ну и самым отзывчивым телевидением чтобы вы можете там другой телевидение сказать а расскажите нам про вот это наше можно а мы можем вам рассказать конечно вот и мы будем рады вам рассказать потому что действительно то о чем мы говорим это наша жизнь и есть много вопросов которые хотелось бы чтобы были более понятны чтобы стало ясно как с ними быть как с ними работать как хотя можно чуть-чуть сделать свою жизнь лучше вот в текущем моменте мы какие-то техники лайфхаки даем достаточно простые если у вас есть потребность чем-то задавайте вопросы будем рассказывать ну что ж спасибо всем кто был с нами всего всего наилучшего кто был здесь кто будет смотреть записи наших эфиров в записи до новых встреч в эфире его питьеве 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 самое полезное до встречи в мире ждем вас в наших эфирах до новых встреч